Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить вторую часть Дивинити, и я должен этот камень глупости скинуть со своей души. Вы не обращали внимания, что на загрузочном экране лицо у Лоуси мужское? Вот реально у меня есть несколько знакомых, у которых лицо один в один. Вот здесь у нее женское. А вот на загрузочном экране я вам готов поклясться, что это мужик. Вот у меня есть как минимум два знакомых чувака с такими лицами. Окей, теперь когда глупость про лосося... лосеша... лосяш, да, вот. Высказано, давайте повысим-ка уровень. И у Красного Принца все просто сила, память и военное дело, которое нам даст 5% урона. Прелестно. А дальше товарищ Фейн. И, кстати, заметьте, нам погибших таки возродили. Спасибо вам за это. Низкий поклон. У Фейна просто ловкость и призывание. Ух, уже 8. Ну, неплохо. Я надеюсь, что хотя бы на 10 уровне там побольше эта хрень будет выглядеть. Потому что я в каких-то роликах видел, что там прям огромные такие хреновины призываются. Чего за нафиг? Почему у нас все еще вот эта мелко тщедушная тварюга? Сибила. Опять же, банально, 2 интеллекта. Кстати, сколько у нее базовое-то значение? Снаряжение плюс 3, то есть 23. Еще на 7 мы сможем ей интеллект поднять, а потом придется по разным навыкам раскидывать. И Сибилия, геомантия. Все банально, она у нас немножко одного, ну, один трюк у нее всего лишь. И Лосяш. У Лосащ... У Лос... Все, все, язык не вертится. Интеллект, восприятие. И здесь мы берем призывание. Отлично. Левел-ап закончен, пошли искать. Так, я спустился на палубу ниже и обнаружил, что там никого нет. После чего понял, что, возможно, дальше будет какой-то очередной интересный поворот. И не стал без вас его смотреть. Но давайте сначала вот тут. Вернуться к хвори. Мое божество вернуло меня на госпожу месть. Теперь нужно отыскать хворь. Ммм. А тут все обновилось. Госпожа месть построена из живодерева. Древесины срубленных деревьев предков. А, свежий бриз. Вежий бриз затонул, и все, кто был на борту, судя по всему, погибли. Фух. Почему все вот это обновилось? Скажите мне. Почему оно все типа новое? Мы сразились с Далис в открытом море. Вредимон дрался на ее стороне и дрался хорошо. Это не обычный колдун из тока. А Вредимон... Стоп, это тот, которого мы встретили под палубой или что? Кто охотится на нас и для чего? На пробужденных ведется охота. И я так подозреваю, что если мы на средней палубе никого не обнаружили, то, возможно, сейчас на нижней палубе в себя придет Александр. Вот чего. Но иначе у меня объяснения происходящему нет, что мы здесь должны такого тогда сделать. Ну, давайте вместе и посмотрим. Вроде там я ничего особо не заметил. Ну, то есть я вот сюда зашел, так, оп, а где все? Никого не было. Вот. Где все? Надеюсь, они в безопасности где-то переживают бурю. Давайте. Кажется, на госпоже месте никого. Вот. Именно в этот момент я понял, что все. Дальше... Опа. Бундук. О, нет, ну, возможность... Не единый же выдущий. Итак, безмолвно. Да, безмолвно и еще бесшмоточный, я так смотрю. Что-то как-то это, народ у нас, я так смотрю, небогатый совершенно на корабле был. Ни у кого ничего толком не было. Ха. Даже портков грязно. Ну, то есть портки есть, но стираны их не украсть. Я так не играю. Причем вот сейчас госпожа месть поразительно похожа на тот корабль, на котором мы плыли и который затонул. А вот он, кстати, и спуск вниз. Как-то я его проглядел. Окей. Так. И, чувак... Вот это... Вот этот чувак был в Рельман или кто? Я просто не совсем понял, но... Я надеялся, что раз он торговец, он должен быть с нами надолго. О! Дух зверя. Люди погибнут. Люди умрут, и я ничего не смогу сделать. Она сделала... Это, она не остановится, она не остановится. Видимо, все остальные действительно благополучно... Опа! А! Сюжет не Александр? Где ты был? Я долго не продержусь, нам пора. Спросите ее, что происходит, где это мы... Нет времени, я не могу удерживать нас здесь. Готовься. Это может быть больно. Очень больно. Ну, спасибо. О! Зато опыта цыпали. Леденящий холод чертогов эхо еще сжимал в коктях госпожу месть, когда она вернулась к берегам побережья Жнеца. Пробужденные были живы. А как насчет богов? Под ногами снова оказывается твердая поверхность. Тело наливается весом. Глаза бьет яркий солнечный свет. Простите, я не смог удержаться, когда кораблик выпрыгнул из портала с плюхом. Вот знаете, если, когда кораблик, выпрыгивая из вашего портала, падает в море и забрызгивает, как это, рамку вашего портала, попробуйте положить на поверхность моря или океана что-то, что увеличит поверхностное натяжение. Например, кусочек туалетной бумаги. И тогда вам рамку портала не будет забрызгивать. Полезные жизненные советы. Чего-то тупость пошла, надо было спать ложиться. Вы прикрываете к свету, привыкаете к свету и понимаете, что все еще находитесь на борту госпожи мести. Вас ласкает свежий морской бриз, с келочей солнца приятно греют кожу. Секундочку. Одну секундочку. Корь сгибается пополам в рот, он по зыве, чуть ли не выворачиваясь наизнанку. Это листок. В конце концов, она отчихает и выплевывает на плалову блестящий сгусток серебристого света. Сгусток быстро перемахивает через борт и плюхается в море. Я надеялся, мы его соберем. А, так-то лучше. Давай не будем больше заниматься такими вещами. Хотя бы в ближайшее время. Давайте спросим, что именно здесь произошло. Ну, ведь нужно было сматывать удочки, верно? Так что я перенесла нас туда, куда Далис точно не смогла бы за нами увязаться. Надеюсь, ты узнал черту Геха. В конце концов, не в первый раз их видел. Царство мертвых, царство божественности. Я очень надеюсь, что за время нашей дивной поездки ты узнал хоть что-нибудь ценное. Непонятно. Ну, хорошо. Я думаю, что после того, как она нам помогла, стоит ей довериться. Говорим, что не уверена. Мы снова встретились с одним из божеств, а оно было в отчаянии. В каком смысле в отчаянии? Уф. Ладно, рассказываем ей обо всем, что видели и слышали в чертогах эхо. Понятно. Так значит, твое божество было необычайно напугано? Оно сказало, что пустота наступает, лишь ты можешь вознестись к божественности, после чего у тебя глубоко внутри появился холод. Что ж, походу, тебе надо возноситься. И в темпе. Она задумчиво изучает ногти на руке, затем бросает на вас взгляд и приподнимает бровь. А говорила тебе эта тварь, тварь, как обрести божественность? Пожимаем плечами, мы что-нибудь придумаем. А, какая дивная уверенность в своих силах. К счастью, мама-хворь готова тебе помочь. Мы уже знаем, что ты умеешь благословлять, но насколько я вижу, ты не можешь не видеть исток, не брать его силы себе. Я мало что знаю про божественность, зато не сомневаюсь в одном. Любой пробужденный, кто хоть чего-то стоит, будет уметь все эти легендарные фокусы. Тебе нужно увидеть мейстра. Говорим, что она кое о чем забывает. Мы уже накладывали заклинание истока, и для этого нам приходилось откуда-то исток брать. Как и я, но истинные пробужденные делают это иначе. Забудь обо всех этих фокусах с кувшинами и волшебными палочками. Это удел простых смертных. Тебе нужно научиться видеть духов и общаться с ними, а также собирать исток, что они оставляют после себя. И делать. Это все тебе предстоит голыми руками. Никаких костылей, никаких приблуд. И когда ты научишься, то сможешь накапливать и высвобождать такие объемы истока, что сам Людсен бы обзавидовался. Я хочу увидеть это своими глазами. Угу. Спрашиваем, где нам искать этого места. У нее в Дрифт-фуде есть эта штука, ну, знаешь, такая постройка, где люди сидят и что-то там делают. А, точно, дом. У нее в Дрифт-фуде дом. Давай сюда карту. А, вот тут. Скажешь что-то от меня. Она знает, что делать дальше. В самом начале долгого пути пробужденной. Долгого, но чрезвычайно интересного. Ладно, мне пора. Да и тебе тоже. Спрашиваем, куда это она. За покупками. Как нам добраться до берега? На нашей славной маленькой шлюпке, конечно же. Вместе и пойдем. Но разве это не здорово? И вот еще что. Если я не вернусь к тому времени, как тебе станет ясно, куда двигаться дальше, можешь меня позвать. Обратись к кораблю, проблем не будет. В том маловероятном случае, если ты не сможешь сделать то, что нужно, чтобы стать кем нужно, можешь меня позвать. Но я была бы благодарна, если бы до этого не дошло. Какая она милая. А я исток соберу. Знаете что. Раз, ну, то есть, она, конечно, наблевала и это фу. Хворь велела нам отыскать в дрифтуде некую Сиву, министра искателей. Та расскажет нам, что делать дальше. Вот готов поспорить, с Сивой все гладко не пойдет, она куда-нибудь пропала, ее пленили, какая-нибудь хрень произойдет. Народ Сахейлы. На побережье Жнеца нам нужно найти племя эльф. Ну, окей. Это тоже будем помнить. Гарретт, просто я знаю, что нужная мне книга навыка должна быть у Гарретта. Кстати, тут обновились. Опа. А наш этот? Наш чувак. Проклятие. Нигде нет покоя. На море безумцы, в красных облачениях, в болотах личинки, ищадь и пустоты. Все указывает Кверкус на скорое пришествие великого желудя. Что, если уже слишком поздно, если рыцари Круглого Дупла слишком далеко зашли в своих планах? Рыцари Круглого Дупла? Спрашиваем, о ком идет речь. По крайней мере, Кверкус, что мы можем простить невидение нашего счета. Рыцари Круглого Дупла небольшие любители афишировать свое существование. Ты знаешь, что это за орден, друг мой. Белки-рыцари, посвятившие себя служению великому желудю и пытающиеся вернуть его в мир. То есть, может быть, Великий Желудь это пустота? Мелкая Рассейна проводит лапы по хребку Кверкуса. Раздается тихое мягкое мурчание. Они ждут, что Желудь упадет и избавит мир от великанов. И они тогда унаследуют Вселенский лес. С их точки зрения выжить должны лишь те, кто живет у деревьев и на деревьях. Спрашиваем, как он планирует противостоять этому злодейскому плану? Я... Я не знаю. Я, конечно, делаю все, что могу, но как можно сражаться с такой силой, как Великий Желудь? Рыцари Круглого Дупла невыразимо опасный орден. Это безумцы, посвятившие себя единственной цели совершить конец света. Вместе мы дадим жизнь магическим силам, способным спасти нас от Великого Желудя. Но лишь в том случае, если наш щит сможет уберечь нас. Да, да. Пока что он проявлялся завидным образом. По крайней мере, он протянул дольше, чем я ожидал. Но понимает ли он, что мы в любой момент можем расстаться с жизнью? Осознает ли он риск? Хе-хе. Киваем. Он может нам доверить. Ха. Доверие. Помнишь, что это такое, Кверкус? И я уже не очень. Да, да. Разумеется, я доверяю тебе, Кверкус. Ты не такой. Но, возможно, следует с большим доверим отнестись к щиту. Зверек протягивает лапу и касается вашей лодыжки. Вы чувствуете волну жара, а в вашем сознании само собой зарождается понимание нового заклинания. А теперь слушай меня внимательно, щит. План таков не умереть. Если щит выполнит свою часть, у нас будет шанс завершить наше исследование. Кверкус. Мы еще можем победить. Опа, поджег крови. О, нормас. Спасибо, только, ну, я сомневаюсь, что это то заклинание, которое нас должно защитить. А вот он, уровень 10 торговец. Привет тебе, друг, и по мне, Люц, он любит нас. И пока он с нами, мы всегда на верном пути. Эхи. Ну, давай, покажи, покажи. Гуща битвы. Ууу, две ячейки памяти. Офигеть. Увеличивает урон. Нет, это не надо. Опа, призыв голодного цветка. О, геомантия 3. Растение способно плеваться ядовитыми спорами и спускать проклятые облака яда. Опа, поп, поп. А что нам нужно было от него? Нам нужен прыжок феникса. Вот, ради него все затеивалось. Но тут еще... А, активная броня. Да нет, наверное. Хотя... О, сдают волну металлических шипов, которые, основываясь на вашей физической броне, наносит 29-30 из урона. Нет. О, землетрясение. Оно у нас есть, его у нас, кажется, нет. Короче, нам есть, что у него потырить. И давайте-ка этим займемся, но с ним поговорит кто-нибудь другой. Хотя они вот тут стратежно встали, но, смотрите, Сибила разговаривает вот с этим товарищем, а Лоуси... Нет, Фейн. Фейн вот сюда с девчулей... Подождите, Фейн будет красть. Вот беда. Вот незадача. А если он с ней поговорит, и... Сержант не желает с вами разговаривать. Смерив вас презрительным взглядом, она отворачивается и бормочет себе под нос что-то про мелких сошек, превышающих полномочия. Она хотя бы, смотрите, смотрит в этом направлении. Итак, землетрясение у нас есть? А землетрясение у нас нет. Отлично, мы можем... Ой-ой-ой-ой-ой... Фейн, куда Фейн? Пожалуйста. Всю дым. Единственное, кто там ничего не изучит, это Лоуси. И, соответственно... О, и алтарь странствия мы нашли. То есть у нас здесь какое-то более-менее постоянное... Не, вот он. Вот он, Таркин, который там сидел. То есть я спутал имена, видимо. Окей, давайте, сохранились. Ты, прячься. Так, и кто Сибилла разговаривает? Она своеобразная, это правда? Так, ну что, давай проверим твои кармашки. А насколько мы можем вообще... Опа, вообще у него украсть. Ну, точно мы хотим что стырить? Прыжок Феникса нам нужен? Так. И знаете, давайте будем по мере тырения сразу изучать. Чтобы не было никаких оплошностей. Окей, вжог Феникса. Есть. Раз. Дальше на Фейна переключаемся. Так нельзя было. Один момент. Да, давайте в этот раз все четенько сделаем. Лоуси, единственное, кто не учит заклинания, а он повернулся вот это вот, четко повернулся обратно. Не-не-не, пожалуйста, отверните, пожалуйста. Вот, так гораздо лучше. Так мне будет спокойнее. Так, лоусенько, начинай диалог. И фень... Отлично, понеслась. А мы берем с вами прыжок Феникса. Стоп, а где? А, вот. Призыв голодного цветка, землетрясение. Но мы возьмем только то, что нам надо. И прыжок Феникса. Где он? Вот он. Так, и теперь все это резко учим. Красный принц. Сумочка Фейна, прыжок Феникса. Выучим. Отлично. И Сибила. Землетрясение выучим. Вот это выучим. Фух, прекрасно. Вот, совсем другое дело. Ну, и я бы красным принцем все-таки с ним поговорил, потому что мне так будет как-то спокойнее. Фень. О, он что-то грустит. Почему? Вопрос хороший. Стой! Тут разгуливает карманник. Мне нужно осмотреть твои вещи. Да, конечно, разрешаем себя обыскать. Что ж, посмотрим. Ни одной улики тут нет, как посмотрю. Однако, смею сказать, вид у тебя виноватый. Можешь доказать, что ничего не крал? 186 монет. Ладно, будь по-твоему, но я буду за тобой приглядывать, так и знай. 186 монет. Хорош. Хорош. Мы у него стырили книг где-то тысяч на шесть. Ну, в общем-то, вот. Ладно. Привет тебе, друг. И помни, Люцин любит нас, и пока он с нами, мы всегда на верном пути. Спрашиваем, каковы его планы. Нас ждет рай, друг мой. Не настоящий рай, конечно. Боюсь, такого места не сыскать на всем Ревелоне. Но нас ждут райские холмы. Мои родители до сих пор возделывают там землю. Если бы Орден не призвал меня, я по сей день жил бы с ними. Я скучаю. Скучаю по ним. Они понимали, что такое долг. Понимали меня таким, какой я есть. Но, должен признать, я проявлял небрежение. Это моя вина. И я ее искуплю. Он знает, что ждет его впереди. А что ждет нас? Полагаю, Хворь знает ответ. По-моему, у нее все по контролям. Понятненько. Ну, ладно. Я тем временем хочу, просто чем хорош прыжок Феникса, это наш габ клоузер. Это тот скилл, с помощью которого мы сможем оказываться возле врагов. Вот так вот. он гораздо удобнее, чем бычий натиск, хоть он и не наносит урона, но он стоит всего единичку. Это раз. И два, я так полагаю, что мы его можем использовать вертикально, горизонтально. И вообще, это наш телепорт. Кстати, наверное, Лоусе тоже бы не помешал такой сделан. То есть, вот видите, мы его можем вверх заюзать, и наш персонаж упрыгнет. Так что, начало неплохое, Таркин. В нашу прошлую встречу я даже не понял, в каком славном обществе оказался. Но с тех пор мне довелось наслушаться паразитных вещей. Тош, а что есть у тебя интересного? Пересадка кожи. Вот это нам тоже понадобится, но не сейчас. А пока что нам нужна костяная клетка раз, и я не помню, что. Ух ты, поднимает ходячую гуру костей. Но нет, по-моему, не это. Ну, ладно, это мы еще успеем купить в целом. О, смотрите-ка. Смотрите-ка, доспех. И вот он уже, да, доспех короля брака уже устарел. Вот и все. То есть, на 20 брони просто больше, и на 7 такой брони. Если шлемаки смотреть, ну, вот, пожалуйста. Правда, это ловкостной, но если смотреть физически, то еще как бы лучше. Я думаю, еще один уровень мы с вами, конечно, походим в том, что у нас есть. А есть что-нибудь полезное? Ну, то есть, вот, Сибири, потому что я уже задолбался, если честно, эти щиты туда-сюда перекладывать при любом раскладе. давайте посмотрим, что есть. Плюс 1 интеллект, кровотечение, нафиг нужно. А уклонение, тоже непонятно. Яр. Плюс 7% шанс крита. Вот это, кстати, в целом неплохо. Плюс 1 одноручное, да? Нет. Ну, вот это можно было бы купить. 2 500. 2 500. Ну, правда, у нас награблено много всего. Мы, правда, в этом плане с вами хорошенько постарались. Давайте, давайте, ладно, потратимся один раз все-таки. Ну, вот сейчас именно. И больше уже тратиться не будем. Тем более, у нас есть что-то на продажу, к счастью. Такая вот эта вот сляпа скопилась. Кстати, я не помню по квестам. Нужно ли нам что-нибудь из этого будет? Ну, вряд ли сколько? 46.60? Что? Что? Обычный посох? давайте его экипируем. 41.50? Какого фига? Это белый посох. 15 уровня. таким-то раком. А откуда он у нас взял? Зазубренный двуручник. 57.63. Где? Где мы эту фигню с вами могли найти? Я вот не помню. Но, как бы то ни было, спасибо. Возможно, его нам как-то корабль дал, я не знаю. но даже без двух силы крен с ним у нас пипец. Если они у нас давно были, то, конечно, вот тот бой, который был невыигрывабельный, он вполне возможно был выигрывабельный за счет просто вот этих вот серых шмоток. Где? Где они нашлись? Непонятно. Ну, то есть, в какой момент мы их внезапно обрели? Фига себе. Ну, вот это два таких апгрейда, которые могли перевернуть. Но, повернуть этот бой вспять. Таки, ладно, что там у тебя мы хотели? Уровень 9? Уровень 9? Ну, видимо, все на наш уровень, но вот здесь есть некий крик. Я правда не знаю. Ну, яд, кислота, истощение. В целом, норма. Это можно даже два купить. Например, яд и огонь. Ну, а остальное мы сейчас продадим в ответку. И я так надеюсь, что... Нет, стрелу я не буду продавать ничего. Стрела это ценный ресурс. Я надеялся, что мы в минусе не окажемся, мы с вами окажемся в легком минусе уровень 9. Откуда мы... Ну, я представления не имею, откуда у нас взялись вот те штуки. Может быть, это с убитых, типа, с побежденных чуваков на палубе нам дали. Типа, мы их, конечно, не облутали, но при этом как бы типа и облутали. Просто белый мячуган. Ну, понятно, что к 15 уровню мы найдем что-то покруче. да, но в целом еще и шанс крита 11 и ну, уклонение, ладно, не так важно, но в целом. Обновили арсенал, это хорошо. Фуф, я просто в восторге, простите меня. Так, спрашиваем, что он слышал о нас. То, что вы, как там эта хворь называла? А, да, пробужденный. Поразительная история, если это правда, конечно. Спрашиваем, меняет ли это его мнение на наш счет? Таркин молчит какое-то время и оценивающе смотрит на вас. Добродушная улыбка, расчетливый взгляд. Обитатели мира всего в большинстве своего слишком сентиментальны, чтобы признавать, что дружба это деловые отношения. Я не таков. Я уверен, что мы оба сможем оказаться полезны друг другу. Хм. Если он считает, что может быть полезен сказать, что мы возражать не станем. Великолепно. Нас ждет славное будущее. Я не сомневаюсь. Отмечаем, что на этом корабле за последнее время многие погибли. Как же он уцелел? Так ведь ваша союзника хворь меня и пощадила. Заявила, что от меня еще может быть польза. Огромная честь оказаться в фаворе у столь могущественной особы. Мг. А, кстати, там Александр в себя не пришел. Я все еще рассчитываю на какой-то разговор с ним. Может, он нам что-то сюжетно важное расскажет. Ну, я проверю, потому что дальше мы с вами отправимся в довольно-таки одностороннее. Нет, почему? У нас тут есть пункт репортации в целом. Ладно, оно не одностороннее. Но если вдруг этот хмырь чуть получше себя чувствует, двери открыты, кажется, этот хмырь уже не с нами. А, да, вот так вот. Вот так вот был чувак и нет чувака. Хм. Не очень. Не очень это красиво. С его стороны. Ну ладно. Так и быть. Хорошо. Наверное, можем ступать на берег. Ну, я так смотрю на время. Я люблю вот все самое интересное подвешивать в воздухе и оставлять на следующий эпизод. А поскольку тут осталось от эпизода совсем чуть-чуть, ну, понятно, что мы там позанимались воровством, позанимались болтологией, ну, все-таки. Давайте, наверное, продолжим уже в следующий раз, а пока с вами распрощаемся. Всему спасибо Дахармсу, Миша Лебедеву, Юджину Вольну за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо за то, что вместе со мной проходите игру. У меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи завтра в следующем эпизоде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok